Многие продолжают спорить со мной, что вирус, коронавирус, имеет, конечно же, естественное происхождение, что вирусы невозможно сделать в лаборатории, что я фантазирую, что искусственные вирусы долго не живут и тому подобное. Я продолжаю, тем не менее, считать, что коронавирус, тот, что мы наблюдаем, это форма биологического оружия, примененного, возможно, намеренно одним государством против другого, а, возможно, и несколькими государствами в ходе войны, наблюдателями и пассивными участниками, которой мы стали. Да, именно так, господа, эту мысль сначала осторожно, ну а дальше все более я высказывал на протяжении всех своих роликов, говоря о коронавирусе. Я продолжаю считать, что мы вступили в фазу биологических войн, и коронавирус, как я назвал первый ролик, это прелюдия к следующим более серьезным действиям. Возможно, это применение, конкретно этого вируса, было случайным, либо это форма предупреждения о том, что будет дальше и будет страшнее. Я более чем уверен, что нынешний коронавирус, этот экземпляр, с которым мы сейчас имеем дело, он намеренно слабый, потому что, если бы кто-то задумал на самом деле избавиться от большей части населения, то уж поверьте, вирус был бы настолько мощным, что у нас бы люди падали на улицах и не хватало братских могил. Коронавирус уносит небольшое количество людей, и тем не менее, страны смертельно напуганы. Почему? Потому что, думаю я, что те, кто сидят выше, имеют, конечно, более точную информацию и всю картину перед своими глазами, и перепугались они не потому, что сейчас умерло в 6 раз меньше 1%, а потому что началась биологическая война. Сбор информации, внимательное наблюдение, как быстро распространяется вирус, какое население готово выполнять определенные ограничительные мероприятия, какие нет, где достаточно аппаратов медицинского обслуживания, где нет, в каких странах не хватает элементарных вещей, и нужно ли запастись большим количеством защитных костюмов, вот чем сейчас, на мой взгляд, занимается каждое отдельное государство. Именно поэтому мы не видим консолидированной группой, созданной многими государствами для быстрейшей победы над коронавирусом. Сейчас такое ощущение, что каждый борется в одиночку. Те, кто задают себе вопрос, неужели какая-то страна, она может терпеть такие серьезные экономические потери, и в каких условиях страны готовы терпеть такие потери? Господа, ответ на поверхности, во время войны, когда происходит война, о потерях, в том числе экономических, особо никто не думает, потому что самое главное, либо выиграть, либо добиться каких-то целей. И именно сейчас та ситуация, которую мы наблюдаем в Европе и во всем мире, и есть ситуация тихой биологической войны, а, собственно говоря, биологическое оружие и называли всегда тихим оружием, а смерть тихой, неопределенной смертью, когда вдруг, неожиданно, от какой-то непонятно откуда появившейся заразы, умирают сразу сотни и тысячи людей. Итак, для тех, кто еще сомневается в том, что коронавирус имел, конечно же, в моем понимании, искусственное происхождение, послушайте откровения профессора Леонида Гречанова. Девушка из Соединенных Штатов берет у нее интервью, и я считаю, что непростительно, что это замечательное интервью прослушали всего 7 или 5 тысяч человек. Какую-то фигню люди готовы слушать эти ролики, набирать 50 и 60 тысяч, а на самом деле ценную информацию люди пропускают. Поэтому сейчас послушайте, кому интересно, я считаю, профессор очень подробно рассказывает. И, внимание, он рассказывает о временах Советского Союза, то есть то, что происходило почти 40 лет тому назад. Послушайте и удивитесь, как тогда уже далеко зашли Советский Союз и Соединенные Штаты в разработке биологических оружий, в том числе вирусов. Господа, 40 лет тому назад. А за это время, поверьте, никто из них не свернул эти программы. Никто не остановился и никто от своих планов не отказался. Поэтому я считаю полнейшей наивностью полагать, что сейчас, через 40 лет, какое-то государство не смогло придумать хитрый вирус и применить его в своих целях. В конце ролика, если ролик окажется не слишком длинным, я еще предоставлю мнение Андрея Пионковского, высказанного им на общем телемосте своего рода у Марка Фегина. Может быть, многие слышали, а может быть, нет. Разговор был слишком длинным, а это самое важное мнение Пионковский высказал в самом конце. Возможно, многие не знали. Включу его также в ролик для того, чтобы дополнить информацию. Я не думаю, что все происходило именно так, как говорит Пионковский, но тем не менее считаю, что очень большая вероятность есть, что все же он близок к истине. Итак, имеющий уши да услышит. Немножко похвастаюсь. В то время учился на «Отлично», был ленинским стипендиатом, каких было мало, и как «Отличник» был распределен в научно-исследовательский институт. Это направление в 15-е главное управление Министерства обороны, которое занималось проблемами разработки средств биологических и защиты от него. Начал я путь свой из известного всем как 19-й военный городок. Это научно-исследовательский институт прикладной микробиологии, так сказать, Министерства обороны СССР, располагался в Свердловске, ныне Екатеринбург. Да, я был в Свердловске в отделе СТБ. СТБ – это специальная техника безопасности и профсанитария. То есть наш отдел контролировал все подразделения, все отделы научно-исследовательского института по соблюдению безопасных условий проведения работ и недопущения аварии, которая была в 1978 году в Свердловске. Мы, каждый имел свое назначение. Я контролировал отдел сушки бактериальных средств. Бактериальных средств – это имеется в виду те биологические агенты, биологические агенты биологического оружия. Ну, мы, в частности, работали с бактериями, поэтому бактериологическое, можно говорить, было оружие. Вот. Другие мои коллеги контролировали, допустим, цех культивирования, кто-то цех концентрирования, кто-то цех снаряжения готовых изделий. Готовые изделия – это боеприпасы. Ну, и наш отдел контролировал, естественно, территорию как в пределах нашего городка 19-го, так и за пределами. После того, как Свердловск засветился с аварией, в Советском правительстве было принято решение прикрыть, так сказать, работы. Поэтому ученых отправляли на так называемые почтовые ящики. ПАИЯ – это, собственно, закрытая организация, почтовый ящик. Я, так сказать, имел право выбора, куда мне поехать. В поселок Абаленск, Северпуховского района Московской области, в научно-исследовательский институт на должность старшего научного сотрудника. Затем стал начальником лаборатории специальной техники безопасности и комсанитарии. Мы контролировали проведение всего, всех циклов разработки бактериальных средств. Мы работали со спорами сибирской язвы, с возбудителями САПа, мелиоидоза, тулеремии. И имели, собственно говоря, возле себя прикрытие. Это казахстанский, расположенный в городе Степногорске, завод «Прогресс». В то время был генеральный директор Эдуард Перрол, который и представлял нас, что это на нашем заводе есть большая группа ученых, которые разрабатывают средства защиты растений и другие народно-хозяйственные препараты. А на нашем заводе проходили все-все-все циклы от музея, где поддерживали, сохраняли микробные штаммы и снаряжением боеприпасов. Кроме того, наша Светногорская научная база знаменательна тем, что не у всех имелись корпуса, где расположена бронированная камера для испытаний биологических боеприпасов. Это бронированная камера, очень огромная. Ну, может быть, я точно не помню, сколько квадратных метров. Ну, наверное, сотни-две квадратных метров, она высокая. В этой камере можно было создавать искусственные метеорологические условия. Утро туманное, солнечный день, вечер, тундру, среднюю полосу, климат пустыни. Всевозможные математические условия можно сделать. И, значит, в этой камере подрывали боеприпасы, изучали концентрацию, как после подрыва выживают споры сибирской язвы и других возбудителей, о которых я говорил. Кроме того, значит, в этой камере находились животные, подопытные животные. И, так сказать, в некоторых условиях, в подсадочные шлюзы, в шлюзах, в кабинках находились обезьянки. Вот так мордочка торчала в воздуховод. И в воздуховоде проходила воздушная струя, содержащая концентрацию микроорганизмов. Обезьянки определенную экспозицию получали, допустим. А что будет с обезьянкой за 5 минут, а за 10 минут, 20 минут. Вау, как интересно. А потом определенные ученые определяли, как будет развиваться клиника, легочная форма. А определенные ученые изучали, а что если дать, допустим, профилактически вот такие-таки лекарственные средства. Умрет или не умрет. Разовьется заболевание или не разовьется. Эффективность вакцин разрабатывает. Эффективно и эффективно. Есть ли пробой иммунитета. Вот, допустим, мы работали со штаммом туляремии. И штамм у нас был местный, полученный на территории Советского Союза. Но наши ученые определили, что американский штамм туляремии пробивает иммунитет, начиная от вакцинации штаммом Гайского. И поэтому, так сказать, проводились соответствующие испытания, разработки, чтобы, так сказать, и американский штамм выдерживали советские солдаты. Вот. Поэтому вопросом создания оружия и средств защиты от него, значит, естественно, большое внимание уделялось. Ну, да. Ну и, в общем, по указанию подполковника Чернышева эти фильтры были демонтированы. Ну, закончилась смена. Следующая смена должна была инсталлировать фильтры. Угу. И что случилось? Короче, случилось то, что кто-то по незнанию включил вытяжную систему. Когда закончилась смена, естественно, продолжать работы по инсталляции фильтров никто не собирался, потому что это задача следующей смены. Ну, видимо, кто-то первый пришел в зону и, так сказать, знал, что фильтры меняли, наверное, заменили, включил, так сказать, вентиляционную систему. И очищенный воздух стал поступать на выброс. Без фильтра уже, получается? То есть погибли люди. Это рядом вокруг вашей лаборатории или дальше по ветру принесло? Ну, это город Свердловск в миллионы, город-миллионер очень большой, поэтому, естественно, как я говорил, выброс далеко, плюс это же розовый ветров, какая была на тот день. А как они узнали именно по симптоматике, да? Начали узнавать больных с такими симптомами? Боевой штамм, он же должен быть эффективный, он же должен поражать противника. Поэтому самое, так сказать, эффективное средство, чтобы умертвить его, это сделать ингаляционное поражение, чтобы у него развилась легочная форма сибирской язвы. Легочная форма сибирской язвы, она проявляется как вначале? Вот представьте себе, в мирное время живут люди, вдруг начинаешь покашливать, да? Ну, наверное, простыл. Что такое? Так, ОРЗ, наверное, да? А если тяжелее температура, наверное, пневмония, вот это так простыл, понимаешь? А потом вдруг раз и умер. А власти открыто об этом потом разговаривали? Или это было тоже секретом, что такая утечка произошла? Наехала самого высокого руководства из страны. Из Министерства обороны СССР, из Минздрава, из правительства, были комиссии. Вот. Рядом у нас 32-я танковая дивизия, рядом с 19-м военным городком. 32-й военный городок, танковая дивизия. А за танковой дивизией, где-то там в том районе, овощесовхоз был. И, словом, с овощесовхоза, крестьяне часто на остановках возле 19-го городка, возле 32-го, мини-рыночки. Петрушку, морковку, бурячок, в том числе курочку, кролика, мясо. Ну и воспользовались, ага, давай сошнемся на то, что кто-то подсунул людям сибироязвенное мясо. То есть спекнули на местный рынок сельский. Да, только почему сибироязвенное мясо вызвало смерть от легочной формы сибирки, это так сказать. Об этом умалчивает история. Слушайте, напоминает серьезную ситуацию, которая сейчас произошла, да, в Ухане. Есть лаборатория, которая работает над биологическим оружием. Буквально несколько шагов от этой лаборатории находится рынок. И теперь говорят, что коронавирус из этого рынка убежал, да, где живые животные есть, где разделывают мясо. Потому что змеи охотятся на летучих мышей. Вот мутировал вирус и получилось... А китайцы очень любят экзотические блюда, в частности из змей. И поэтому съели змею и заразились. Серьезно, вы считаете, что есть такая вероятность, что коронавирус это, так сказать, утечка из одной из лабораторий? Ну, во-первых, с вирусами работали и в нашем управлении. Вот. И в частности награждены государственными наградами ученые, которые поехали в Африку и привезли штаммы Эбола во время вспышки, чтобы их изучать, чтобы... А вдруг они подойдут для биологического оружия. И поэтому мои коллеги, которые работали в вирусологических центрах, они работали с вирусами Эбола и Марбург. Вот. Но я не вирусолог, я не буду рассказывать. Я просто... Мы просто сталкивались... Однажды из Кольцова научно-производственный центр «Вектор», который занимается и сейчас изучением вирусов. О коронавирусе. Он был создан в 2014 году в университете в Северной Каролине. Группой американских ученых, и среди них было несколько человек китайского происхождения, могла вовесть такой талантливый китайский ученый, конечно, по фамилии Ли. Какие у них могут быть другие фамилии. Статья об этом была... Громадная статья. Я вот, когда кончится наша передача, я дам вам ссылку на эту статью в самом престижном научном журнале «Ленейче». Даже вот я... Ну, чтобы как бы прикоснуться к реалиям, я вот прочту ее название по-английски. Кластер коронавирусов летучей мыши типа Сарса показал свою возможность распространения в человеческих организмах. И ключевая фраза в статье «We generated hymeras virus». Мы создали вирус химеру. Я был поражен, потому что первые... Помните, что мы... Когда китайцы дали штаммы, ну и пошло в первую литературу, в массовую, там было сказано, мы все прочли, все вычитали, что это вот в связи там соукупления там мышей с обезьянами или потом образовался химерный вирус, соединяющий сар, который распространяется в человеческом организме, но очень медлен в распространении. И вирус летучей мыши, который быстро распространяется, то есть как бы и носитель, и угроза человеку. Так вот, дословно мы то же самое читаем, это было создано в 2014 году. Значит, какая дальше судьба? Многие в интернете знают уже, но я вижу по вашим лицам, что это недостаточно широко распространилось. Это сейчас, к сожалению. В 2015 году американское правительство запретило эти исследования, как чрезвычайно опасные. Они подавались в преамбуле этой статьи, написано, что вот мы хотели выяснить, а может ли из техной мутации вирусы этих самых летучих мышей стать опасным человеком. И вот мы доказали, что может. Мы вот, так сказать, искусственно подтолкнули эту мутацию и создали. По американскому закону они были решены финансированием, и вся эта группа во главе с этой дамой Ли переехала в Ухань. И они продолжали свои исследования в Ухане. В 2017 году та же Nature опубликовала авторскую статью уже группы Ухань. Чем хорош? Там нет таких ограничений, такие исследования вообще на грани ФОВа, которые были в Америке. И там и финансирование, соответственно, на них китайское, видимо, выйдет. То есть это уже, это не какие-то конспирологические теории, это научный факт. Теперь дальше, здесь уже было совершенно сказано, Ухань и Вектор – это крупнейшие центры по бактериологическому оружию или защите от бактериологического оружия, там как шпионы и разведчики, вы знаете, разницу в формулировках. Но они обязаны были не только читать эти статьи в Новосибирске, они обязаны были повторить эти статьи. То есть вот тут, там ничего не скрывалось, там подробно все. Внутри статьи масса ссылок там же вплоть до генетического кода. То есть для лучшего в мире, одного из лучших в мире, лучшего в России института, ничего не стоило создать этот коронавирус. То есть в 19-м году он был уже в Векторе, и он был в Ухане. В Ухань завозить не нужно было. То есть эту часть теории Игоря Борисовича ставили под вопрос, а в остальном он совершенно прав. Это подтверждено. И совершенно сенсационная вещь, абсолютно мне непонятная. Так вот вчера, в течение нескольких часов, вот этот разоблачительный сюжет о том, что в ноябре, не только в Новосибирске, а в общем по Западной Сибири и по Возже, шла очень серьезная эпидемия воспаления легких, а фактически, как мы понимаем, эпидемия коронавируса, шла по российскому телевидению, по самым пропагандистским каналам Ускобеевой и Поповой. Без каких-либо вот очевидно напрашивающих, а вот, знаете, вот так. Вот тут прозвучало, что мировая общественность должна спросить вообще. А вы помните, что до середины марта вообще все пробы, все тесты на коронавирус отправляли в Новосибирск в этот вектор? И этим объясняли, почему дал его. Первый раз я об этом обнаружил, когда в Владивостоке вот этих эвакуированных с японского корабля, их не могли прийти к какому-то выводу, только нужно же в Новосибирск отвезти, из Москвы в Новосибирск, только там все было. Так эти вопросы должно прежде всего российское общество, если оно существует. Это же полное повторение Чернобыля получается. Вот. Вот.